Шахтеры Арселор Миттл Тимиртау в который раз требуют прекратить антисоциальную политику инвесторов. Более 200 рабочих с прошлого года не могут получить денежные выплаты, заполученные на производстве заболевания. Долларовый миллиардер Лакшми Миттл задолжан им более 400 миллионов тенге. Платить не желает, как говорят шахтеры. Компания любым способом пытается сократить расходы. Для того, чтобы исключить вот это, скажем так, большое количество регрессников, на 72 человека подает в ДВД заявление, где говорится о том, что все эти профзаболевания куплены, врачи-коррупционеры, а регрессники на самом деле не больные, просто купили себе это профзаболевание. По словам Марата Миргоязова, шахтеров вызывают на допросы. Они должны доказать, что заработали профессиональные заболевания. Компания же открыла свои медсанчасти. Наши рабочие шахтеры проходят в каких-то других больницах, с кем они заключили договора. Нам они не показывают никаких договоров на каких там условиях или что-то. Но уже от наших шахтеров есть жалобы. Проходят они за пол за час, всего лишь, самый максимум за час медосмотр. Всем пишут «здоров». Ни одного показания, что у него есть какая-то болезнь или еще что-то. В самой компании «Арселор Митл Тимиртау» слова шахтеров попытались опровергнуть и сослались на официальные заключения. У нас имеется заключение департамента комитета медицинской фармадеятельности о том, что имеются системные и массовые нарушения, процедуры установления профессиональных заболеваний, нарушения правил выдачи больничного листа, имеются отдельные факты фальсификации медицинских документов. По самым скромным подсчетам представителей угольного профсоюза, таким образом компания пытается снизить число профбольных в два раза. А чтобы впредь пролетариат шумел тише, в планах менеджеров господина Митлла создание альтернативного профсоюза, с которым они смогут быстро ударить по рукам и заключить сделку. Продолжение следует...